Врачи Тверской станции скорой медицинской помощи рассказали работникам прессы, как нужно действовать, если кому-то потребовалась помощь. Человеку поблизости может стать плохо в самый неподходящий момент. В первую очередь речь шла о сердечниках. Если где-то рядом с вами человеку плохо, и он жалуется на боли в груди, или там боль может быть и в руке в левой, и боль может быть отдавать в шею, в спину. Поэтому появляется резкая слабость. Человеку надо сесть или лечь, потому что это состояние тяжелое. Если человек без сознания, нужно проверить дыхание и пульс. При их отсутствии необходима помощь. Такие состояния часто возникают при проявлении болезней сердца. Сердечно-легочную реанимацию нужно начинать не позднее 3-5 минут после остановки дыхания, иначе происходит смерть мозга. Но самое первое, что нужно сделать, это вызвать скорую помощь. Пока медики в пути, приступаем к оказанию помощи. Вначале запрокинуть голову больного, проверить, нет ли во рту и в горле инородных предметов. Затем переходим к непрямому массажу сердца. Находим ту самую точку, которая нам нужна. Это будет середина грудной клетки. Пальцы. И начинаем 30 надавливаний на грудную клетку. Помните, да? Частота 100-120. И потом 2 вдоха. И пошли. Корреспондент Вери Горатру стала первым участником, кому выпало отработать навыки сердечно-легочной реанимации на манекене. Первым делом врач показывает, как правильно держать руки. Немножечко вот так отогнуть. И вот вы нашли, да? Середину. Так. И качаем 30 через 2. Первым делом наблюдавшие со стороны коллеги спросили, а тяжело ли качать. Качать не тяжело. Сложно удержать в одном положении, в том, в котором нужно, руки. Силу надавливания тоже нужно рассчитать правильно, чтобы не сломать больному ребра. Но и недостаток силы не даст положительного результата. Как говорят медики, грудная клетка должна продавливаться примерно на 5-6 сантиметров. Детям же качают одной рукой. Надо учитывать, что поработать придется до самого приезда скорой помощи. Данные манипуляции сердце само не заводит, а лишь помогают поддержать уровень кислорода в крови, что не даст больному умереть. Осторожно к таким манипуляциям стоит подходить, если помощь требуется пострадавшему в ДТП. В этом случае, как быть и что делать, лучше уточнить у работников скорой помощи при осуществлении вызова.